Циноглосум или чернокорень приятный, гроза мышей. С первого взгляда циноглосум можно с легкостью принять за родственника незабудок. Неповторимый нежно-голубой окрас, чистая аметистовая тона простых мелких цветков и правда схожа с одними из самых классических садовых растений. Но циноглосум растение другое по характеру цветения. Цветет он не каких-то пару недель весной, а буквально весь теплый сезон. Во время продолжительного парада пышные кустики укрыты кружевной пеной цветков, покоряющей красивыми деталями и обильностью. Несмотря на достаточно крупные размеры, чернокорень производит впечатление элегантности, расставляют изящные и трогательные акценты. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А мы продолжаем. У нас циноглосум почти неизвестен под своим ботаническим именем. Один из самых весенних на вид эбельноцветных летников среди цветоводов и дачников любовно называют чернокорнем. Несмотря на то, что в роду циноглосумов более 55 видов, в качестве декоративной культуры, преимущественно используя только один вид, циноглосум приятный. Во всем мире он также известен как китайская незабудка. Но у нас такое название встречается редко. Одна из главных черт чернокорня – достаточно крупные размеры. Даже самые скромные кустики в высоту вытягиваются до 40 см, а лучшие сорта и вовсе красуются метровой куртинкой. У чернокорня листья ланцетные, узкие, сидят супротивно, слегка прижимаются к побегам. Поверхность листьев шероховатая. Густрая опушка покрывает и листья, и стебли, благодаря чему базовый светлый окрас зелени кажется сероватым. Цветки чернокорня приятного в диаметре достигают 2 см. По форме они правда похожи на незабудку, с выделяющимся центром глазком не слишком контрастного окраса и нежными округлыми лепестками. Цветки распускаются не по одному, а собраны в необычные соцветия в форме завитков. Их необычность не только в форме, но и в постоянном нарастании количества цветков. В одном соцветии их число доходит до 40 штук. Цветение циноглосума продолжительное. Стартует оно не в июне, а лишь в июле, но пышность сполна компенсирует такое опоздание. Да и то, что растение не сбавляет темпов до сентября, даже не даст почувствовать разницу с другими летниками. Несмотря на то, что циноглосумы прославились как эффектные летники с редкими голубыми окрасами, только чистыми оттенками синего цвета, дама окрасов этого растения не ограничена. У циноглосума не менее прекрасные розовые сорта, окрас которых иначе чем леденцовым не назовешь. Кроме базового видового растения, есть несколько культурных форм циноглосума приятного. Очаровательный небесный голубой циноглосум фаерманент с более пышным приземистым кустиком высотой до 40 см. Интенсивно-аметистовый сорт блюшауа, вырастающий до 60-70 см, но с более редкими цветками. Сегодня в продаже можно встретить и другие виды циноглосумов. Чернокорень германский с более дикой внешностью и редким цветением, хорошо вписывающийся в разнотравие пейзажных групп. Чернокорень уолеса или эмеретинский с густой опушкой, придающий всему растению серый окрас, тонкими ланцетными листьями и яркими голубыми венчиками цветков. Чернокорень шершавевший, достигающий метровой высоты и выделяющийся более крупными и нежными листьями. Чернокорень горный, растение более низкое, с яркими опушенными листьями и нежными голубыми цветками. Любой чернокорень прекрасный медонос. И пусть его аромат не наполнится от облаком душистых обертонов, он привлечет в него многих насекомых. Кроме того, циноглосум является и ценным лекарственным растением, активно использующимся в народной медицине. Но самостоятельный сбор сырья рискован. Наряду с целебными видами есть и ядовитые формы циноглосума, которые могут вызвать сильную интоксикацию. Циноглосум приятный обладает уникальными инсектицидными свойствами. Он отпугивает грызунов и может использоваться в конце сезона в качестве защиты молодых деревьев и кустарников от их зимних набегов. Циноглосум считается редким летником. И такое невнимание со стороны садоводов в регионах с суровыми зимами он точно не заслужил. Это растение эффектное и пусть оно не самое яркое, но точно не неприметное. Великолепные декоративные качества и удивительный весенний задор, который циноглосум привносит на цветники и врабатки, не сможет воспроизвести ни одно другое однолетнее растение. И чем жарче погода, чем ближе осень, тем более изящным и словно перенесенным с другого сезона по мановению волшебной палочки кажется чернокорень. Циноглосум подходит для украшения смешанных композиций, внесения акцентов на цветники и в микс бордеры, для закрытия проплешин и пустуд в рядах высоких многолетников, в высоких и кружевных бордюрах, в качестве кружевного пятна на газоне или у зоны отдыха, в горшечной культуре на балконах и террасах, низкорослые сорта. В качестве срезочного растения способен в живых букетах простоять несколько недель. Лучшие компаньоны для циноглосума – циния, вербена, эхинация, матиола, астры и львиный зев. Чернокорень хорошо себя чувствует на любой светлой локации. Он не боится даже ярких солнечных мест с южной ориентацией, но при этом прекрасно выносит легкое затенение. К тому же это растение не боится и сквозняков. Поэтому для циноглосума легко подобрать место в саду. Не предъявляет растение особых требований и к грунту. Для чернокорня подойдет любая садовая почва с хорошим уровнем дренированности. Главное, чтобы реакция была не кислой, а щелочной. Нейтральный грунт также подойдет, но на нем циноглосум может менее пышно цвести в преддверии осени. При посадке для улучшения почвы достаточно прибавить гашеную известь. Оптимальное расстояние к соседним растениям от 20 до 40 сантиметров в зависимости от максимальной высоты конкретного сорта циноглосума. Одним из главных достоинств циноглосума, затмевающим даже продолжительность цветения, является его засухоустойчивость. Это культура, которая требует минимального ухода, но поливы ей все же будут нужны. Длительное отсутствие влаги сказывается на цветении, на его обильности и красоте отдельных цветков. Для чернокорня достаточно провести несколько процедур за лето, компенсировав слишком сильную жару и затянувшуюся засуху. Подкормки циноглосуму также не понадобятся. Особенно, если растения высадили в питательную, качественную почву. Но если вы сможете два раза в сезон полить растения раствором полных минеральных удобрений, то цветение чернокорня станет еще краше. Подкормки проводят стандартные дозы удобрений в самом начале активного роста и на периода цветения. Обрезки или формирование циноглосуму не понадобятся. Это растение при правильном подборе условий выращивания и хотя бы минимальном уходе самостоятельно формирует не только компактные, но и пышные, очень аккуратно кустики. В отличие от многих летников, чернокорень не доставит хлопот с профилактикой заболеваний. Да и вредителей он не привлекает, проявляя завидную устойчивость. Циноглосум склонен к самосеву, когда приятно, а когда и не очень удивляет темпами своего распространения. Это качество незаменимый источник эффекта импровизации для композиций в пейзажных стилях. Но в ансамблях, где такое распространение нежелательно, циноглосум нужно использовать с осторожностью. Молодую поросль можно пересаживать, используя как рассаду. Но основным методом размножения чернокорня все же остается посев на рассаду. Семена этого растения лучше высевать в крупные контейнеры или ящики, используя рыхлый плодородный субстрат. Оптимальные сроки для посева, третьей декады марта или первая декада апреля. Семена нельзя глубоко заглублять. После рассыпания по поверхности почвы их всего лишь прикрывают тонким слоем просеянного грунта. Прорасти они смогут только в темноте, под стеклом или пленкой, в температурном диапазоне от 18 до 24 градусов тепла. Неокрепшие сеянцы нуждаются в осторожном, аккуратном поливе, который нужно проводить только по мере подсыхания субстрата. На свет рассаду можно выносить только после дружного появления всходов. При этом стекло убирают по мере роста растений, а пикирование проводят после появления нескольких пар настоящих листьев. Посадку рассады в открытый грунт можно провести уже в начале мая. Ценоглосу мне боится легких кратковременных приморозков. Его нет нужды высаживать в конце месяца или июня. До пересадки рассаду нужно закаливать в течение 1-2 недель в саду. Можно высевать чернокорень непосредственно в открытую почву. Семена рассыпают по 3-5 штукам в одном гнезде, сразу располагая их на расстоянии в 25-30 см между группками. Всходы появятся через 2, иногда 3 недели. Преимущество посева непосредственно в почву – большая стойкость растений и к жаре, и к засухе, и к ночным похолоданиям. С вами был канал Flower World. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. До свидания!